Телеканал КРТ представляет А потом у людей спрашивают, а вот какое ваше мнение? А надо две точки узнать мнение Как может быть по поводу фигни Две точки зрения, если это фигня? Значит, смотрите, вообще Значит, у нас Буревестником Или предвестником появления еврейских дивизий Это была газета Сельские вести 2002 или 2003 год Я сейчас точно не скажу Там была статья о том, как В Украину Вместе с гитлеровской армией Вторглась 400 тысяч еврейских эсэсовцев Значит, он должен сказать, что да Но тогда было все-таки возмущение общественности Мороз, которого эта газета поддерживала Был вынужден как-то там оправдываться Объяснять, что это повод для дискуссии Что он там, может быть, это и не разделяет Ну, в общем, как-то Люди хотя бы как-то это смущались А кто-то возмущался В общем-то И что интересно Что для того существа, которое это написало В общем-то, последствий нет Сейчас его сын этого существа Прекрасно депутат Слуги народа Стольного града Киева Мажоритарщик Так сказать Мы можем опарадит из-за него Да, ну вот Во время заседания вызывает проституток Слава Богу Он там не пишет, что вот там евреек Ему не присылать Сын, возможно, в этом плане интернационалист Но тогда это было Сейчас, вы знаете, уже люди готовы Скушать все, что угодно Давайте первое Я вам могу сказать Откуда первоисточник Действительно Было такое исследование Оно называлось Еврейские солдаты Гитлера И в нем называлась цифра 150 тысяч О чем шла речь Первое Это было название уже Книги по поводу исследования Название было хайповое Почему хайповое? Речь в нем шла не о евреях В армии Гитлера А о так называемых Мишленге первой и второй категории О полу и четверть евреях Которые воевали В гитлеровской армии У которых были ограничения По росту служебному Были определенные дискриминации Для второй категории небольшая Для первой больше Была возможность ариизации В том числе и посмертной ариизации До какого-то момента Где-то до 44-го года Если героический гиб в бою То ариизация означала Что его дети становятся арийцами Независимо от того Какой у них процент еврейской А к тому исследованию Да, его даже в Иерусалиме Разбирали И сказали, что претензий к нему Как таковому нет Кроме чего А там статистически вдвое увеличено Потому что цифру надо статистическую Было по поколению делить На двое женщин не призывали в армию То есть 75 Согласны, что 75 тысяч Это верхняя оценка полу и четверть евреев Воевавших в гитлеровской армии Но скорее всего Эта цифра в 2-3 раза была ниже Потому что все равно Старались не призывать Брать их на Другого вида работы Толовые То есть История известна Да, было у книги Там громкое название Есть другая цифра Советский Союз Были некие Нюансы Скажем так Мягко говоря Странности Учет национальности Велся не только в партизанских отрядах Где казалось бы Уже не имеет значения Но в том числе и среди пленных А по официальной статистике В плен взято 10 тысяч пленных В плен Кто записался евреями Но, во-первых, мы понимаем Что часть полу и четверть евреев Под пропагандой Будучи под влиянием пропаганды Что Советский Союз Это жида-большевистская страна Назывались евреями Думая, что если они попадут в руки Комиссару Слуцкому Им как-то это попустят Хотя я думаю, что Комиссару Слуцкому Скорее бы попускал бы еврея Немцам Чем вот человек Он называет себя евреем В гитлеровской армии Но я же говорю Речь шла не о евреях 100% По Нюрненбергским законам Евреем считался человек У которого 3 из 4 бабушек Или девушек Дедушек являются евреями Таковых, может быть, были люди Скрывшие свое происхождение Но евреи воевали только в финской армии Там была даже походная синагога И даже в день, когда подписал мирный договор Финляндия Маннергеем, в числе прочего Посетил и в Хельсинки И синагогу, обращаясь Ко всем гражданам Финляндии Ко всем солдатам Вот это известно Медицинские работники евреи Были в румынской армии Какое-то время Значит, наверное Еще можно уже такую экзотику Как в албанских подразделениях Которые, ну, скорее всего За итальянцем воевали Да, там тоже этот вопрос не стал Но в ЦИИ, как бы, естественно Были евреи в шуцполиции служили Это охрана гетто была Люди, конечно, выбравшие Такое малодостойное Это, так сказать, работа Ну, тоже были В польском гетто Их было две с половиной тысячи В рижском гетто Пятьсот человек Вот, так сказать За участие в Холокосте Было приговорено От двенадцати до пятнадцати евреев Так сказать, человек Даже такое было Были Двенадцать или пятнадцать человек Не тысячи человек Ябрты Да, было несколько человек Которые палачами выступали Да, так сказать Там из них большую часть повесили И расстреляли В том числе там и женщины были Вот Вот вся история Она вся известна Зачем придумывать то, чего не было Зачем на кого-то что-то перекладывать Зачем там Мы понимаем, что это снимается Вина с Гитлера Снимается вина там Как отчасти с нацистской Германии И перекладывается часть вины На евреев Ну, давайте мы в чем-то другом Их будем уже обвинять Но только не в Так сказать Не в участии в этом Так сказать В войсках Рейха Тем более в войсках СС Давайте рассказывать Да, действительно Французские Ротшильды В свое время давали деньги Через Круппа На Фелькиша Биабахтер Было Они за это заплатили Тот, который был самый пожилой Ротшильд Его после того После оккупации Франции Не сочли Достаточно здоровым для работы Он отправился Ну, я считаю Что не в газовую камеру А в ров расстрельный Ну, это опять же Не имеет Какого-то значения К нашему Поэтому как-то Настало время историй Каких-то там Одурительных Истории, какие Изменять историю, да?